Крупнейшей системой с использованием системы ГЛОНАСС в транспортной телематике является система Платон. На сегодняшний момент это государственная система, в которой зарегистрированы все грузовые транспортные средства, разрешенные массой свыше 12 тонн. Таких транспортных средств у нас 2 миллиона в стране. ГЛОНАСС в транспортных средств у нас полностью отечественного производства, и в данный момент оно выполняет первую функцию, которая была принято государством, это контроль перемещения на суд. Самым важным элементом системы является, необходимо об этом сказать отдельно, это система стационарного и мобильного контроля, так как любое бортовое устройство можно либо отключить, либо заглушить, чем очень часто пользуется. Система стационарного контроля, которая из себя представляет равные конструкции, данная система позволяет определять архитекту транспортного средства. Обознает, определяет номер, определяет владельца полностью совместимую систему ГИБДД, соответственно, на который попадает под равные конструкции сразу же все транспортные средства, которые занесены в данном случае в сценарий. Вот такие автомобили, представленные, они оборудованы также всеми элементами фото- и видеофиксации, а также возможность на борту определять, что это транспортное средство, будет включено 20 данных, и это успешно работает. Такие автомобили сейчас курсируют по дороге нашей страны в количестве 100 штук. Система работает слаженно уже больше полутора лет. Система сама определила его позиционирование, точнее распознавание с точностью до полутора метров, где находился транспортное средство, в зоне обнаружения сволки. Соответственно, было определено, что именно этот автомобиль привез в эти отходы на данную территорию. В последствии был сформирован штрафной документ, на основании которого Роспортнадзор вместе с городом провели расследование и доказали преступники. Как это происходит? До введения новой схемы обращения была такая ситуация, были дикие свалки, были совершенно размаженные емкости, мусоророзы. После 2006 года строительство купили два новых полигона, обучение отходов, мусоросортировочные, мусороперегрузочные станции. Благодаря системе была достигнута в своевременности полнота вывоза отходов до 97% с 85%. В 2011 году цена у нас и в Нижнем Новгороде на утилизацию отходов была одинаковой. Сегодня в Казани стоимость утилизации одной тонны отходов составляет 293 рубля, а в Нижнем Новгороде 630. Город Казань сегодня таким образом практически готов и имеет всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы интегрировать свою систему в системный платон. И мы готовы, Александр Геннадьевич, по Вашему поручению выступить пилотной площадкой для реализации этого проекта. И буду рад, если наш опыт будет полезен другим городом России. Решение предназначено. Я просто могу понять, что в такой системе контроля откуда могут быть замечательные санкционированные свалки. У Вас есть региональная педагога. Фактически вся территория контролирована. По районам, по районам. За каждой территории были закреплены определенные люди, которые есть, или кто-то другой, для себя. Это главный региональный мегатор. То есть никто, кроме него, собирать из контейнера мусора не может. Соответственно, он может ввести только на санкционированные лимфоны, которые действуют. Откуда они берутся? Это инстанкционированные свалки. У нас порядка 20% отходов еще выводят мелкими береговщиками, за которыми пока контроль достаточно сложно наладит. Но, тем не менее, хочу сказать, что с каждым годом количество этих несанкционированных свалок уменьшается. Это что сейчас мешает? Несовершенство закрывается. Отсутствие на тех, кто так. Что мешает вам сегодня все нашать? И снижать все стыдно. Тут как раз мы и говорим, что при наличии необходимых нормативных актов можно будет интегрировать уже все. Если мусоровозы сегодня обязаны в системе платона регистрироваться, то введя их в эту систему контроля, которая у нас сказали работает, мы будем отслеживать полностью перемещение, начиная от забора. Вы мне сейчас даете, что все хватает? Мы говорим, что инфраструктура есть, нужна нормативная база. Нам необходимо, во-первых, обязать перевозчиков работать в этой системе, то есть одним из условий лицензирования поставить включение в систему платона. Здесь информация, что у него на территории какая-то несанкционная слава, если вы, пожалуйста. Это значит, что у него нет общения с населением, у него нет прямого доступа в деле прошли, шелкнули на территорию. Ну, как у Сайдана, это происходит в Москве. А если у вас это есть, то тут надо выяснить, кто вы звали, кто сделали. Я думаю, такие базы информационные, как сегодня существуют, у правоохранительных платных, у вас система, которая продается, мы все можем видеть, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете. Если не хватает у нас ПФА по административным штрафам, которые у меня увеличили размер, или что-то другое здесь, то это доведение уголовной ответственности. То есть это загрязнение от врачей. Это серьезное правонарушение.